Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф, в увлекательный мир самых странных изобретений для ленивых. Сегодня мы увидим гениальные, но порой абсурдные изобретения, созданные для тех, кто предпочитает минимум усилий и максимум удобства. Кто сказал, что лень – это плохо, ведь именно она стимулирует нас к поиску новых нестандартных решений? Подготовьтесь к потоку смеха, удивления и, возможно, вдохновения, ведь иногда самые безумные идеи могут стать настоящими хитами. Мы покажем вам штамп для бровей, тренажеры для ленивых, кружку с миксером, самозаправляющуюся кровать и многое другое. Готовы ли вы отправиться в путешествие по миру самых необычных изобретений для ленивых? Тогда давайте начнем. Кружка с миксером Self-Steering Mag Забудьте о поиске чайных ложек, ведь есть чудо-кружка, которая умеет размешивать сахар сама. Чашка-мешалка Self-Steering Mag – это необычный девайс, который способен и облегчить жизнь, и показать настоящую бурю в стакане. Сахар размешивается за счет встроенного вентилятора на дне чашки, который работает от батареек. Чтобы привести винт в действие, нужно нажать специальную кнопку на ручке изделия. Примерно за минуту, причем абсолютно бесшумно, сахар будет размешан. Сама кружка изготовлена из металла и пластика, имеет двойные стенки, благодаря этому происходит эффект термоса. То есть напиток в чашке дольше остается горячим. Кроме всего прочего, чашка может сама себя помыть. Просто налейте внутрь каплю моющего средства, добавьте горячую воду и включите вентилятор. Штамп для бровей Надоело каждое утро пытаться нарисовать красивые брови и делать перманент вы пока не готовы? Тогда купите себе штамп для бровей. Этот бьюти-девайс взорвал интернет. Теперь идеальные симметричные брови можно просто наштамповать. Это средство напоминает старомодную печать. К пластиковой основе снабженной ручкой приклеен мягкий материал в форме женской брови. Этот материал пропитан красящим средством. Вы просто прижимаете штамп к своей брови и через пару секунд убираете. Вуаля! Теперь у вас четкие контуры и роскошные брови, как после салонной процедуры. Производители девайса уверяют, что проштампованные брови будут держаться весь день без дополнительной фиксации. А смыть их можно обычной мицеллярной водой. Разбиватель яиц и Z-крекер Вот, казалось бы, что может быть проще, чем разбить яйцо? Но не тут-то было. Для облегчения даже такой простой операции существует специальный девайс. EZ-крекер Удобное устройство. С его помощью мгновенно можно разбить яйца, очистить от скорлупы и отделить желток от белка. Принцип работы разбивателя яиц EZ-крекер совершенно простой. Устройство делает в яйце трещину посередине и мгновенно разводит эти части в стороны. С помощью дополнительного ситечка вы также можете не только разбить сырые яйца, но и сразу же отделить белок от желтка, что часто необходимо при приготовлении тостов и кексов. Более того, кроме EZ-крекер, существуют и другие разбиватель яиц. Например, в виде двухстороннего стакана прищепки, круглых зубастых ножниц или разбиватель-раскрыватель, похожий на зуб. Снежка-лепилка Snowball Maker Для тех, кто не может лишить себя удовольствия кидаться снежками в снежные зимние дни, это просто находка. Снежка-леп – это устройство, напоминающее большие кусачки с полусферами на концах, которое помогает оперативно лепить снежки правильной формы. Принцип его работы понятен с первого взгляда. Основной плюс – идеально ровные снежки, которые способны пролетать значительно большее расстояние, чем обычное. При этом перчатки не промокают и руки всегда остаются в тепле. Даже из рассыпчатого сухого снега этот аппарат способен сделать идеальный шар. А уж в теплую зимнюю погоду, когда снег влажный и липкий, получаются отличные снежки. Электровилка для спагетти Давайте признаемся, виртуозно наматывать спагетти на вилку умеет не каждый. Да и утомительно это для современного занятия человека. Чтобы облегчить этот процесс, американский изобретатель Рассел Э. Оукс еще в 1955 году запатентовал устройство, способное наматывать спагетти на вилку. У него получилась своеобразная ленивая вилка для спагетти. Сегодня этот прибор стал неактуальным и хранится в музее. Его заменила электрическая вилка – палочка-выручалочка для лентяев. Вам не потребуется никаких лишних усилий, только зацепить кончиками зубцов пасту и нажать кнопку. За несколько секунд вилка сделает тяжелую работу за вас – аккуратно намотает спагетти. Останется только донести до рта. Теперь поедание спагетти не займет у вас. Много времени и сил. Швабра тапки Лень заниматься уборкой? Это скучно и не приносит удовольствия? Это изобретение и изменит ваши убеждения. Специальные тапочки, которыми можно и подмести, и протереть пол, станут вашим спасением. Подошва швабра тапок сделана из махристого материала, который отлично натрет паркет и соберет пыль и мусор с линолеума. Пока вы будете перемещаться от телевизора к холодильнику или с дивана в туалет, ваша квартира будет становиться чище и убираться сама по себе. По-моему, гениально. Призматические очки для чтения лежа или очки для ленивых – лэйзи, гласес. Иногда сложно подобрать положение на кровати, чтобы удобно было читать книгу или смотреть телевизор. От неудобного положения может болеть шея, голова, спина. Решат эту проблему призматические очки. С ними вы сможете лениво перелистывать страницы, при этом не поднимая головы с подушки или лежака на пляже. Вы забудете ощущение дискомфорта в районе шейных позвонков, когда пытаетесь лечь поудобней, а шея все равно затекает. Призматические очки – достаточно полезный девайс, хотя в наши дни их часто включают в список наиболее бесполезных изобретений 20 века. Лэйзи-гласес оснащены специальными призмами, которые не искажают рядом стоящие предметы. Линзы могут передавать объемную картинку под углом 90 градусов. Их принцип действия напоминает перископ у подводной лодки. Они помогут заниматься любимым делом в любом удобном для вас положении. Подушка-шапка – страус. На работе хочется немного вздремнуть, но подходящего места нет, а стол слишком твердый? Есть решение – подушка-страус поможет отдохнуть, не вставая с рабочего места. С такой необычной и удобной подушкой вы сможете уснуть не только в офисе, а где угодно – в самолете, в зале ожидания, на вокзале, в автомобиле. Шапка, надетая на голову, покроет вас от макушки до плеч. Да, выглядит довольно странно. В ней есть уплотнение для того, чтобы можно было положить голову на стол. Руки при этом просовываются в ушные отверстия подушки-страуса, как в муфту. Мягкий, плотный материал убирает шум и служит приятной подушкой для сна. Создали подушку-шапку в Испании, стране, где очень любят сиесту – полуденный отдых. Автором изобретения стала мадридская студия дизайна Кавамура Ганджавян. Подушка получила название «страус», потому что человек, который ее носит, напоминает страуса, прячущего голову в песок. Тренажеры для ленивых. Еще со времен первых телемагазинов на диване мы помним эти странные штуки – стимуляторы мышц. Уж больно заманчиво выглядело. Сидишь у телевизора, пережевываешь вкусняшки и одновременно как бы на тренировке. Вовсю занимаешься и потихоньку обрастаешь кубиками. Как такое возможно? Классический миостимулятор представляет собой нехитрое электрическое приспособление, воздействующее непосредственно на мышцы с помощью электродов и заставляющее их сокращаться с помощью импульсов различной формы, частоты и скважности. Такой пассивный тренажер действительно работает и может заставить вас потерять несколько сантиметров на обрабатываемом участке тела. Но простейшие миостимуляторы из телемагазинов вряд ли помогут вам получить тело мечты. Для этого нужны более серьезные приборы. Можно купить крошечный стимулятор-бабочку, который даже живот полностью не охватит. Можно купить целый пояс с процессором и программами и попробовать накачаться уже интенсивнее. А можно перебороть лень и пойти в зал. Выбор за вами. И не нужно тратить лишнюю энергию. Прикуриватель от солнца Solar Lighter. Это просто находка для курящих людей. Представьте ситуацию. Зажигалки нет, спички закончились, а в магазины телень. Как же хорошо, что нашелся прикуриватель от солнца. В Solar Lighter свет концентрируется с помощью параболического зеркала. За счет него разогревается тонкая металлическая спираль в центре, которая в рабочем состоянии легко поджигает бумагу и позволяет раскуривать сигареты. К тому же аксессуар легко заменит зеркальце. Используя энергию солнца, прикуриватель также может разжечь костер. Для этого нужно хорошее солнечное освещение и небольшой кусочек горючего материала, что будет использоваться для разведения костра. Нескольких секунд будет достаточно, чтобы предмет воспламенился. Приспособление не боится ни влаги, ни ветра, ни дождя. Главное – наличие солнечных лучей. Самозаправляющаяся кровать Лень заправлять кровать? Не волнуйтесь, она заправит сама себя. Просто мечта лентяя. Итальянский дизайнер Энрико Берутти создал концептуальную кровать ОХЭА, умеющую заправлять саму себя. При помощи специального механизма кровать автоматически расправит простыни, покрывало и аккуратно уложит подушки. Делается все, конечно, очень неторопливо, зато никаких складок. Разумеется, кровать ОХЭА работает исключительно с особым бельем, включающим две подушки, простыню и одеяло. После того, как человек проснулся, ему нужно всего лишь нажать на нужную кнопку, либо активировать автоматический режим, и кровать начнет приводить себя в порядок. Впервые концепт удивительной кровати был опубликован в сети еще в 2012 году, после чего компания ОХЭА благополучно закрылась. Так что остается лишь надеяться, что найдется в мире еще один ленивый изобретатель, который доведет начатое дело до победного конца. Такие вещи, как пульты дистанционного управления, портативные телефоны, посудомоечные машины, одноразовые подгузники – все это было создано на потребу человеческой лени и стало привычным и необходимым даже. Без этих вещей мы не представляем нашу повседневную жизнь, считаем их не второстепенными изобретениями для лентяев, а важными элементами быта. Вещи из нашего видео не являются предметами первой необходимости, но некоторые из них регулярно покупают, даже если они не так облегчают жизнь, как вызывают улыбку. Как вам эти странные изобретения для ленивых? Приобрели бы что-то такое себе или на подарок? Делитесь с нами в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!